Депутаты Госдумы сейчас предлагают судить нападавших на Крокус на аутсорсинге в Беларуси. Там разрешена смертная казнь. Об этом пишет в том числе и Медуза, заявляет в том числе депутат Госдумы Мария Бутина. Та самая скандальная шпионка, внеденная в свое время в США, Бутина. Она заявляет, что обвиненных по делу о теракте в Крокус-Сити-Холле могут передать на суда в Беларусь, где, опять-таки, я уже сказал, при прежнем применяется смертная казнь и так далее. Как вы думаете, получится ли это у них? Эксперт призывает, что для этого потребуется вообще изменение самой Конституции Российской Федерации, потому что она не предполагает выдачу вообще подсудимых в юрисдикции, где легальная, скажем так, смертная казнь. Мне думается, что здесь весьма симптоматично, что Бутина, шпионка, которую потом россиянам пытались навязывать и продавать, как якобы правозащитницу, теперь она раскрылась. Очевидно, что она всегда работала на спецслужбы, и сейчас она как раз озвучивает то, что нужно администрации президента и ФСБ. То есть после того, когда ФСБшники начали отрезать уши, выдавливать глаза, пытать электрическим током, в какой-то момент даже ультрапатриоты оказались в шоке, и они поняли, что происходит какое-то абсолютно такое беззаконие и беспредел. И на этом фоне ФСБшникам администрации президента срочно понадобилось сменить повестку и завести вот эту дискуссию, форму, а может быть мы их отправим в Беларусь, экспортируем в другую страну, чтобы их там осудили к смертной казни. То есть, казалось бы, что может быть хуже, чем отрезание ушей, выдавливание глаз и пытки электротоком? И тут они говорят, что возможно будет смертная казнь на аутсорсе. Это не более чем такой вот бред креатуры администрации президента ФСБ. Это попытка нас отвлечь от разоблачения ФСБ, потому что очевидно, что в этом теракте след ФСБ, он явный, очевидный, и они сейчас пытаются каким-то образом сменить эту повестку. Ну и плюс это сеанс саморазоблачения Бутины, которая всем показала, что она никакая не правозащитница, потому что любой правозащитник всегда будет выступать против смертной казни, хотя бы просто потому, что следственная судебная система фактически любой страны может допускать ошибку. Ни одна страна мира не расследует идеально все. И даже в Соединенных Штатах Америки очень часто мы услышим, когда спустя 20 или 30 лет человека оправдали и выяснили, что доказательства в отношении него были каким-то образом подделаны, сфальсифицированы, ошибочно был приговор. Смертная казнь – это плохо. А смертная казнь по делу, которая основана на полностью выбитых показаниях, на основе людей, которым отрезали уши и выдавливали глаза, это доказательства по этому уголовному делу сегодня не стоит ровным счетом ничего. И вот я разговаривал и с полицейскими из Нью-Йорка, и со следователями из Тель-Авива, которые занимаются расследованием террористических преступлений. Они все как один сказали, что все эти пытки в отношении задержанных таджиков просто обнулили само расследование и обесценили все показания, потому что под пытками можно получить что угодно, кроме правды. А если нет правды в показаниях, то невозможно и расследовать тогда уголовное дело. Поэтому в тот момент, когда они начали пытать и делать это при этом открыто и осознанно, это говорит о том, что российское следствие изначально не хочет проводить объективное всестороннее расследование, а хочет лишь просто получить удобную версию, которую Путин будет использовать в военных целях против Украины. Но для меня лично все это очевидно, и очевидно любому эксперту. Стоит вопрос, как раз вот о чем вы сейчас разговаривали с Юрием, стоит вопрос о новых пакетах помощи из США для Украины, о новых пакетах помощи из Европы. И Путину, чтобы победить на поле боя, нужно оставить Украину без боеприпасов, без вооружения, без, возможно, поступающей в ближайшее время авиации. То есть ему нужно стратегически обескровить Украину тем, чтобы одержать на поле боя победу. И все, что они делают сейчас, это сделать все возможное, чтобы в глазах Запада Украина была дискредитирована. И вот этот теракт, и выдуманный там Патрушевым и Бортником украинский след, это как раз такая их информационная, психологическая спецоперация с тем, чтобы западные политики задумались, те, кто принимает решения, начали оттормаживать вопрос принятия решения о новых пакетах помощи и так далее. Это многоходовая комбинация, где Путину было, наверное, непросто, но тем не менее он принял решение пожертвовать жизнями нескольких сот москвичей, жителей Подмосковья и России, но при этом, возможно, на поле боя выиграть стратегически серию сражений. И там, обескровив Украину, возможно, сохранить тысячи, а может быть, десятки тысяч жизней своих солдат, своих военных. Поэтому это, да, такая путинская многоходовочка. А по поводу Бутина, это просто элемент российской агрессивной пропаганды, не более того, никаких юридических правовых оснований отправлять обвиняемых по уголовному делу, совершенному на территории Российской Федерации, в Беларусь, не было, нет и не будет. Более того, что касается смертной казни, в России существует мораторий. На самом деле смертная казнь в России не отменена, в Уголовном кодексе есть вид наказания, смертная казнь, высшая мера наказания. Но на нее решением Конституционного суда введен мораторий. И, соответственно, только новое решение Конституционного суда может это отменить. Никакие новые законы Госдумы, Советы Федерации, подписанные Путиным, или указы-приказы здесь не сработают. Что вовсе не означает, что в России людей не убивают в тюрьмах. Они реализуют смертные приговоры, просто это внесудебные казни, где они все это камуфлируют под видом суицидов, смерти от сердечной недостаточности, тромба, якобы тромба, как с Алексеем Навальным и так далее. И то, что их будут судить в России, а не в Беларуси, вовсе не означает, что многие из них доживут до приговора или будут жить после приговора долгое время. По этой части как раз у нас есть информация, что указание поступило в Главное оперативное управление ФСИН и в управление МФСБ. Значит, если кто-то из нынешних задержанных попытается писать жалобы, откажется от показаний, которые они подписали в первые дни под пытками, если попытается каким-то образом бросить тень на нынешнюю стройную версию обвинения или, например, отрицать какой-то украинский след и так далее и устраивать какую-то компанию в их защиту в медиа, соответственно, у российских спецслужб есть четкая инструкция, как действовать на этот счет. В этот момент тогда этого человека они умертвят, убьют по-русски и закамуфлируют это, представив это как смерть, я уже сказал, суицид, сердечная недостаточность, какая-то проблема со здоровьем и так далее. И поэтому есть достаточно большой риск, что вот те, кто сейчас подписывают нужные Путину и Патрушеву и Бортнику показания, возможно, они даже не доживут до суда, а их показания просто посмертно будут оглашены в ходе приговора с тем, чтобы была и приюдиция, и чтобы они могли опираться на слова человека, который уже даже от них в суде не может отказаться в присутствии журналистов. Хотя и процесс, я думаю, по этой теме будет закрыт. Ну вот вы сказали, что это действительно такая многоходовочка Путина, призванная поднять такой боевой дух населения, раздуть в очередной раз новый виток ненависти к Украине. Уже сегодня был прилет по Харькову, один из беспилотников там имел слова. Это вам за кроку с Сити-Холл. По некоторым данным, до 50% россиян верят в состряпанную кремльную версию, что за терактом стоят украинцы. И вот недавнее заявление Минобороны Российской Федерации, что в день вот сейчас приходят подписывать контракт до 1700 российских граждан. Как вы считаете, стоит ли верить этим цифрам? И вообще, как вы оцениваете мобилизационный потенциал вот этой фейковой запущенной кремлем версии? Да, действительно, вот эти истории со снарядами за кроку, с дронами, это имеет место, они сейчас это пишут, но пишут в основном не от души, так сказать, не от сердца, а просто потому, что там приказывают политруки делать это с тем, чтобы создать такую картинку и распространять её, что всё-таки этот теракт и его последствия имеют значение по нагнетанию. Что касается вот этих вот очередей, якобы заключать контракт, это правда лишь отчасти. Сейчас начался весенний призыв. Путин обещает, что призывников они не будут направлять сразу на фронт, а они будут оставаться внутри России в составе регулярной армии, проходить обучение. Но никто не говорит о том, что происходит с нынешними призывниками, которых призывали осенью. Вот это как раз большая часть из них – это те самые контрактники. То есть этих по призыву просто в приказном порядке оформляют в качестве контрактников, как якобы желающих заключать контракт. Для того, чтобы была статистика, для того, чтобы показать перед Путиным, смотрите, какое количество людей к нам приходит служить по контракту. На самом деле речь идёт просто о том, что вот тех, кого ранее призывали, их сейчас уже делают контрактниками и отправляют в зону боевых действий, точно так же, как тех, кто сейчас весной будет призван. Скорее всего, большая часть из них осенью окажется в зоне боевых действий. Путин уже проанализировал ошибки. Он понимает, что мобилизовать людей, ставить их под ружью и тут же отправлять на передовую – это будет то же самое, что и с заключёнными. Они лишь просто расходный материал, чтобы отвлекать на себя огонь ВСУ, чтобы на них тратились дроны и так далее, чтобы дроны, соответственно, с гранатами не долетали до регулярных войск, а расходовали свои силы как раз на первой линии, куда заключённых каждый день по 500-1000 человек новыми закидывают. Они поняли, что им важно их тренировать и уже натренированными, вооружёнными отправлять в зону боевых действий. Поэтому народу в России действительно много, и тюрьмы не опустевают, не опустошаются, пополняются новыми заключёнными. Соответственно, заключённые здесь раньше в ЧВК «Вагнер», теперь в «Шторм-Зет» и других спецформированиях выполняют роль живых мишеней. Дальше за ними следует вот эта линия так называемых новых испечённых контрактников, которые ещё недавно их приглашали по призыву. А нынешнюю волну вот этого призыва их будут тренировать несколько месяцев для того, чтобы точно так же революберным путём их отправить через несколько месяцев на фронт. То есть в этом плане они манипулируют цифрами и пытаются представить, что якобы цифра это потому, что огромное количество россиян хочет отправиться в Украину, мстить за крокус. Действительно, есть какое-то количество плохо думающих людей, которые полностью верят зомбоящику. Статистика такова, да, всегда там 5-10% есть идиотов, которым достаточно что-то показать. Но большая часть людей всё равно, конечно же, не верит в украинский след. И более того, вот судя по нашим опросам и тому, что сообщают нам источники из России, большое количество людей понимает, что это рязанский сахар, там, версия 2.0. И что, конечно же, без участия ФСБ и российских спецслужб совершить нечто подобное четырём малограмотным таджикам, которые по-русски не разговаривают и так далее, просто невозможно. Конечно же, они это вели. Другой вопрос, кто были их кураторами? Были ли офицеры ФСБ кураторами этих террористов изначально, под видом каких-то там никнеймов с какими-то мусульманскими именами? Или курировали их действительно какие-то участники террористических организаций, а ФСБ просто их поставили на оперативный контроль и цинично дали возможность совершиться этому теракту с тем, чтобы результаты его использовать в военных целях? Но в любом случае и я, и большая часть экспертов, с которыми я разговаривал, убеждены, что если бы у ФСБ стояла прямая задача пресечь этот теракт, они бы его пресекли. И на это есть целый ряд аргументов. Просто в рамках какого-то короткого эфира вряд ли можно там все это перечислить, но это и наличие силового блока в непосредственной близости от Крокус-Сити-Холла и при этом их бездействие на протяжении часа, и возможность их отхода через МКАД, и задержание только в 300 километрах на выезде. Это и выбор очень приметной машины, белая маленькая Рено с темной крышей, которую очень легко отследить в потоке и отстрелить. Это и бескровное для российских спецслужб совершение этого теракта, потому что это важно понимать, об этом никто не говорит, но ни один сотрудник ФСБ, Росгвардии и полиции при исполнении не пострадал ни во время совершения теракта, ни во время захвата, задержания предполагаемых террористов, при том, что они были вооружены автоматическим оружием, и как рассказывает господин Бастрыкин, или там товарищ скорее Бастрыкин, как они там себя уже по-советски называют, значит, у них было там несколько автоматов и более 500 патронов. И вот при этом, при всем, так получается, что террористы убили огромное количество гражданских, но не выстрелили ни в одного сотрудника правоохранительных органов, спецслужб и так далее, что наводит, конечно же, тоже на определенные размышления. И сопоставляя все это, очевидно, что это либо спецоперация ФСБ, либо это такой провал, скорее, спецоперации ФСБ. Владимир, ну вот, также хотел с вами поговорить по поводу военнопленных. Я знаю, вы, как никто, занимаетесь и этой темой, и The Insider издание показало новый лагерь для российских военнопленных в Украине. Носит название «Запад-2» и располагается практически у самой границы с Молдовой. Еще один такой лагерь находится во Львовской области. Именно здесь россияне дожидаются, когда их в рамках обмена отправят домой, либо когда закончится война. Ну, правильно ли мы понимаем, что украинские пленные в Российской Федерации даже примерно не содержатся в подобных условиях сейчас? Ну, что касается условий содержания, очевидно, что к россиянам в украинском плену приезжают представители международной организации «Красный крест», приезжают представители ООН. Сам министр юстиции в Украине выступает за человечное гуманное отношение по отношению к пленам, с тем, чтобы этим самым демонстрировать такой проевропейский, прозападный путь развития Украины и настроения власти в Украине. В России все наоборот. Там отрицают западные ценности, там права человека, это скорее слово ругательное, а правозащитники теперь приравнены к экстремистам и террористам, и нас либо там убивают, либо сажают в тюрьму, либо самое гуманное, там выдавливают из страны с тем, чтобы нас там не было. «Красный крест» и ООН не могут приходить к украинским гражданам в российском плену. Их туда просто не пускают. Ну вот, пожалуйста, я россиянин, российский правозащитник, пусть и живущий в изгнании, но тем не менее украинские журналисты звонят мне, посещая россиян, и дают возможность мне с ними переговорить, задать им какие-то вопросы про условия содержания, про возможное применение пыток и так далее. На что они, конечно, отвечают, что да, во время захвата, задержания, взятия в плен, там, возможно, разные ситуации в зависимости от боевой ситуации, но после того, когда их передают уже вот в эти вот места содержания, дальше уже никто из них не сообщал о том, что их каким-то либо образом там били или пытали. Ситуация с украинскими гражданами в российском плену обратная, ровно наоборот. Многих из них пытают, унижают, у них нет никакой возможности телефонной связи с родственниками, и уж тем более там с какими-то адвокатами и правозащитниками. Многие из них после возвращения из плена сами без каких-то слов, вот просто физически являются таким прямым свидетельством пыток. Люди там в российском плену теряют по 20, 30, 40 килограмм веса. Например, Алексей Ануля, с которым я делал интервью, и кто об этом свидетельствовал еще в середине прошлого года, он просто прислал несколько видео сразу после плена, но он действительно был на тот момент похож на освободившегося из концлагеря нацистов, там, Третьего рейха в нацистской Германии в 40-х годах прошлого века. Там без слез не взглянешь на эти фотографии. Когда он показывал, какие у него ноги были в гангренах, в дырах, под угрозой ампутации, и как врачи за него боролись и восстанавливали ему саму возможность ходить в течение полугода, он пережил целый ряд страшных операций. И таких людей, как Алексей Ануля, их достаточно много. Но помимо этого есть еще и те, кто не вернулись и уже никогда не вернутся из российского плена. Те, кто погибли от неоказания медицинской помощи после пыток, от самих пыток, от избиений, от жестокости. Кого-то просто забивали насмерть. И это не просто рассказы украинских пленных или наши там умозаключения российских правозащитников. Нет, ситуация иная. За прошлый год мы помогли целому ряду сотрудников ВСИН покинуть территорию России, кто отказались принимать участие в этом факте, кто наблюдали своими глазами эти пытки. И потом сейчас об этом рассказывают и комиссии ООН, и их показания уже включены в мартовский доклад, который опубликован, и дают в рамках международного расследования показания. Поэтому здесь для меня, как человека, который опрашивал первым целый ряд сотрудников ВСИН, которые покидали территорию России, тем, кто разговаривал напрямую с побывавшими в плену, кто выжил и находит в себе мужество об этом смело рассказывать, я убежден, что мы имеем дело с преступлениями против человечества и человечности, которые должны будут расследоваться либо по линии МКС, МУС, либо по линии Международного трибунала. Потому что, еще раз подчеркну, огромное количество людей пострадали в результате пыток, но есть еще и целый ряд людей, которых просто убили и замучили в плену, и кого-то их тела со следами пыток вернули в результате обмена, а кого-то внутри России похоронили на кладбищах под могилами россиян с тем, чтобы бесследно эти люди исчезли навсегда и чтобы было невозможно раскрыть эти страшные преступления. Но методология, как все это было организовано, как эти пыточные конвейеры курировались центральным аппаратом СИН и контрразведкой ФСБ России, говорит о том, что к этому причастно высшее руководство ФСБ и ФСИН. Более того, у нас есть достоверная информация от одного из наших источников из центрального аппарата ФСИН, что информация из пленных выбивается еще и в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в интересах этого Министерства нападения в военных целях. И вот эта оперативная информация, которая выбивается из заключенных под пытками, она потом передается в Минобороны для того, чтобы уже российские военные использовали это для ракетных и бомбовых атак против Украины. То есть пытки здесь еще и носят такой как бы военный характер. И все в целом это говорит о том, что необходимо как можно скорее на международном уровне расследовать это в полном объеме. И я очень надеюсь, что после нашего независимого расследования уже официальные органы международного преследования, расследования и суда примут какие-то процессуальные уже решения и мы увидим руководство ФСБ и ФСИН вот в этом там стоп-листе для задержаний, ареста и суда по тем преступлениям, которые, конечно же, не имеют сроков давности. Просто с языка стяло, Владимир, как раз тема трибунала на Путина, она сейчас набирает популярность на прошедшей в ГАГе министерской встрече к инициативе Европейского Союза приснились все страны G7 и также Молдова и be ready for this Грузия. Это вообще парадоксально, учитывая, что там, по сути, у власти пророссийское правительство. Я до сих пор не мог понять. Я гуглил, гуглил, проверял. Так оно и есть. На днях в ГАГе завершилась конференция восстановления справедливости для Украины. Министры иностранных дел и министры из 44 стран приняли декларацию о необходимости создания специального военного трибунала для России. Владимир, что вам об этом сейчас известно? Какие перспективы, насколько это вообще реально, учитывая, какое все-таки влияние в так называемом глобальном юге имеет Россия? Я, разумеется, без львиной доли представителей так называемого глобального юга, наверное, говорить будет таимно о том, что все-таки такой трибунал состоится. И есть ли у вас какое-либо сотрудничество поддержки ли вы с этой структурой? Ну, тут сразу первый комментарий, когда вы перепроверяли позицию Грузии по этой истории. Ничего удивительного, потому что Грузия еще раньше, чем Украина, подверглись вооруженному вторжению со стороны Российской Федерации. Грузия потеряла в результате той спецоперации в 2008 году тех боевых действий часть своих территорий, поэтому какое бы там ни было правительство и какие-то политики, которые так или иначе пытаются избежать дальнейшей конфронтации и пытаются найти какие-то точки соприкосновения с Москвой, чтобы просто не оказаться в ситуациях, в которой сегодня Украина оказывается. Но, тем не менее, мне кажется, что для большинства грузин очевидно, что их территории захватили и, конечно, они этого простить оставить не могут и они понимают, что в том числе и это рано или поздно должно быть расследовано. А по поводу международного трибунала, я думаю, что перспективы эти очень реалистичны. Как бы Путин, Бортников и Патрушев там не визжали, не рассказывали какие-то там небылицы, не пытались запугать, внутри российского силового блока есть огромное количество образованных умных людей, которые не согласны с происходящим. Какие-то остаются внутри системы, передавая нам информацию анонимно либо неанонимно. Это и с каждым месяцем число таких людей растет. Есть люди, которые, вот как покинувшие Россию офицеры ФСИН, они просто считают, что они не готовы участвовать в этом фашизме и они уезжают, чтобы давать показания. Еще большее количество людей внутри системы так или иначе собирает сегодня эти материалы на флешки, жесткие диски, бумажные носители, запоминает и в какой-то определенный момент, когда вот этот колосс на глиняных ногах сложится, и они, в свою очередь, представят определенную доказательную базу и так далее. Почему Путину так важно идти на обострение с Западом, так важно построить вот этот вот какой-то там аналог берлинской стены с тем, чтобы стрелять в спины уезжающих, убегающих. Не зря они сейчас занимаются фактически гостерроризмом. Вот мы знаем про Максима Кузьминова, который покинул вооруженные силы России, улетел на вертолете, передал этот вертолет украинской стороне. Спустя несколько месяцев его убили в Испании. Точно так же, как когда-то они убили Александра Литвиненко, который уехал в Лондон и рассказывал правду про то, что там происходит. Почему Путину так важно кого-то убивать? страны Запада же никогда не убивают тех, кто уезжает куда-то в какую-то другую страну и занимает позицию там против, например. Ну, такие случаи очень редки, но их никто не стремится там убить, настичь. А со стороны Путина, так же, как со стороны раньше Советского Союза, они запросто стреляют в спины тем, кто пытается уезжать. Потому что это говорит о том, что они выстраивают все эти свои империи, основанные на страхе. они понимают, что за ними правда нет, аргументации нет. Вот. И отвечая на ваши вопросы про международный трибунал и про ситуацию внутри системы, я думаю, что вот наше время, в которое мы живем, это такие последние времена системы Путина. Он ее выстраивал больше 20 лет. Система сдержек и противовесов у него 20 лет подряд работала относительно эффективно и отвечала там балансу сил и интересов внутри системы. А сегодня ему надоело вот эти камушки налево, направо, чашу весов класть, и он решил поиграть в солдатиков и войти каким-то там полководцем и захватить какое-то количество земель, чтобы в учебниках истории оставить о себе память. И он, конечно же, нарушил взятые на себя обязательства перед самой системой. Поэтому система так или иначе, люди из нее будут уезжать, покидать, передавать материалы, будут свидетели уходить. С каждым месяцем все больше и больше явных прямых доказательств военных преступлений и преступлений агрессии мы сейчас там и наблюдаем. И я знаю, что международное расследование идет такими семимильными шагами по сбору материалов. И здесь нужно не забыть упомянуть все-таки, на мой взгляд, даже не побоюсь этого слова, героизм и подвиги украинских следователей и прокуроров. Потому что, конечно, мы все рассчитываем на ГАГу, мы понимаем, что есть международные инстанции, комиссия ООН, которая собирает информацию, но на острие сбора доказательной базы полицейские, следователи и прокуроры в Украине, которые, в отличие от европейских и американских коллег, ежедневно находятся под угрозой бомбежек, авиаударов и так далее. И они работают тоже очень эффективно, соблюдая международные стандарты сбора доказательств. Поэтому я не сомневаюсь, что трибунал будет и он точно не за горами. Ну а мы, со своей стороны, как правозащитники из команды ГУЛАГУ-НЕТ, стараемся делать все возможное, потому что, с одной стороны, мы считаем, что любые вот эти страшные преступления должны быть расследованы, чтобы действительно мы когда-то все могли надеть новые значки там Never Again с тем, чтобы больше не видеть Россию в качестве агрессора и чтобы от российского оружия перестали гибнуть жители соседних стран. Да и нам самим, собственно говоря, хочется оказаться в мире будущего без войн и с тем, чтобы к нам, к россиянам, к русским относились не как к каким-то там оркам, нацистам и фашистам, чтобы мир тоже понимал, что есть достаточно большое количество людей и внутри России за ее пределами, которые не уважают и не разделяют позицию Путина и его окружения, которые считают его убийцей, государственным террористом, ворюбой и коррупционером, и военным преступником. И, собственно говоря, и те люди, которые внутри системы покидают ее, либо оставаясь внутри системы, отправляют нам файлы, они как раз тоже вкладывают свою лепту то, чтобы преступления путинского режима были осуждены. Владимир, вот в самом конце я хотел спросить вас, если вы не против, про эту историю с Волковым, и вы посвятили несколько поста в этом, и ребята этого человека тоже посвятили, вы писали, что чекисты, кураторы из администрации президента решили на вас натравить представителя общественного наблюдателя комиссии Москвы, и его, как вы, выразились шестерку. Что это вообще зачем, почему сейчас и кто эти люди? Да, это очень интересно. Предыстория этого такова, что еще в 2014-2015 году, когда Россия начала скрытую фазу войны против Украины, мы тогда уже поняли, что система превращается в военную, что о соблюдении прав человека не может быть и речи, и мы последовательно продолжали разоблачать пыточные конвейеры и бесчеловечные методы работы в СИН и ФСБ. Тогда меня поставили, меня пригласили, или скорее вызвали на старую площадь в администрацию Путина, и со мной, как теперь я уже знаю, разговаривали кадровые офицеры ФСБ, которые имели какие-то там вторичные должности в администрации, и они говорили о том, что нам необходимо передать контроль над ГУЛАГу нет управления МФСБ Россией, что нам нужно сменить риторику, нам надо поменять одну букву в названии, у нас названия проекта ГУЛАГу нет, как бы наше противодействие ГУЛАГу, его непринятие, а они просили, чтобы мы заменили и сделали ГУЛАГа, нет, что нет никакого в России ГУЛАГа, все уже 21 век, соблюдение прав человека и так далее. Конечно, я отказался, и конечно, они мне очень быстро за мой отказ устроили маски-шоу, волну дискредитации в СМИ, и я уехал, собственно говоря, в 2015 году в Европу, во Францию, где обрел возможность сохранить свою независимость и продолжать нашу правозащитную деятельность. А на место таких, как я, которые отказались и сказали слово нет на Старой площади, пришли другие, кто-то из них был моим заместителем, кто-то, вот нынешние вот эти там Волков и его окружение, это там заместители наших заместителей, последователи, те люди, которые еще в 2014-2015 году, когда я руководил рабочей группой по защите прав заключенных при Госдуме, когда мы писали федеральный закон об основах общественного контроля и реформировали ОНК, эти люди даже вообще не знали ни что такое наблюдательные комиссии, ни что такое общественные контроли и так далее. Но тем не менее, за эти 8 лет администрация Путина и ФСБ нашли достаточно большое количество молодых людей, девушек, которых они назвали государственными правозащитниками, включили их на место уехавшим в различные комиссии и советы и сделали из них такую ширму общественного контроля, имитации гражданского общества и так далее. Параллельно против нас начали работать машины пропаганды и ФСБ, даже там, когда мы находились за границей, чтобы нас окончательно дискредитировать и разорвать наши связи с Россией и, собственно говоря, воспрепятствовать нашему независимому расследованию. А с другой стороны, на место нас пришли те, кто имитировали правозащиту, кто приходили в пыточные тюрьмы, видели касту униженных или избитых людей, но при этом выходили и рассказывали «Все очень хорошо, жаль только, что им там сегодня не доложили сахара в какой-нибудь там компот с курагой». Или когда в целом ряде пыточных тюрем людей били, пытали, насиловали и убивали, а они в каком-то СИЗО Москвы устраивали дружеский футбольный матч между командой активистов и каких-то там футболистов, двое из которых как раз находились в местах лишения свободы, чтобы оглупленному распропагандой зрителю показывать, что, ну, смотрите, все как в Европе, футбольный мяч, матч, там, коврики для йоги им заносили, вот, при том, что этих ковриков для йоги заносили 20, а заключенных в России около полумиллиона и так далее. И, в общем, после совершения теракта и после задержания вот этих вот штукатуров и маляров, из которых Роспропаганда нам пытается объяснить, что это такие особо опасные террористы и супербоевики, которые там с двумя бутылками зажигательной смеси и тремя автоматами устроили самый кровавый теракт за последние десятилетия в России. И после того, когда уже в открытую спецслужбу начали публиковать видео с отрезанием ушей, выдавливанием глаз, пыток электрическим током, ну, конечно же, мы, как правозащитники, я в том числе, мы это осудили, мы это назвали тем, чем это является, это пытки, это особо тяжкие преступления, которые приравниваются по тяжести к убийствам в России сегодня, в том числе, благодаря нашей работе произошло это изменение, конечно, мы это все осудили. А вот персонаж под фамилией Волков, там у него там Волков Z, он себя именует, он сегодня по недоразумению из-за глупости, недальновидности кураторов из управления внутренней политики, они назначили этого, ну, мягко говоря, не очень умного и сообразительного человека на позицию председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, столицы. И вот этот человек, персонаж, не додумался ни до чего лучше, как начать оправдывать пытки и каким-то образом, значит, пытаться бросить тень на нас, называя нас предателями, только потому, что мы выступили против пыток в отношении таджиков. Сразу скажу, что я там за последние недели обсудил вот эту тему пыток с целым рядом очень серьезных экспертов, которые имеют большой опыт участия в расследованиях актов терроризма и в полиции Нью-Йорка, и в полиции Тель-Авива в Израиле. Все, как один, кто занимались действительно расследованием терактов, сказали, что пытки недопустимы не потому, что это вопрос гуманности или негуманности, а потому, что пытки аннулируют само расследование, они обнуляют ценность любых показаний. Под пытками человек никогда не рассказывает правду. Под пытками человек рассказывает и подписывает то, что хотят от него садисты, палачи и пытатели. И, соответственно, если ты хочешь завести расследование в тупик и сделать так, чтобы никогда правда не была раскрыта, ты начинаешь пытать этих людей с тем, чтобы они под пытками дали показания, которые нужны тебе, с тем, чтобы скрыть правду. Если ты хочешь расследовать, то этих людей нужно было брать под белые рученьки, отвозить их в следственный изолятор и дальше уже следственным путем задавать вопросы, перепроверяя их показания и так далее, и так далее. Поэтому здесь как бы вот эта вот позиция председателя ОНК Москвы Волкова, который оправдал пытки и начал каким-то образом по команде сверху или из ФСБ или из администрации президента писать пакости про меня, про ГУЛАГу нет, про независимых правозащитников, это просто говорит о такой, знаете, вагноризации и, наверное, уже можно вполне говорить о фашизации России, когда даже госправозащитники, которые по идее должны, что бы ни случилось, хотя бы как-то создавать иллюзию, имитацию защиты прав человека, даже они оправдывают пытки и начинают ругать тех, кто в отличие от них имеет совесть и право и возможность говорить правду и разоблачают на протяжении, как мы, более 10 лет преступления против людей в местах лишения свободы в России. Ну, что, это уже диагноз. Это диагноз и пытки сейчас являются механизмом не поиска правды, а именно ее, знаете, полной, скажем так, полного уничтожения. Академия. Академия.